у нас среда чикаго 12 часов дня ну а в москве в это время уже 8 часов вечера и как всегда по это время у нас на связи россия сергей сапченко руководитель русской школы таро и естественно речь будет идти о таро я прав сергей оригинально ну да ну так да вы знаете я вот думал думал за эту неделю которая прошла с момента последней нашей программы за это время уже успел побеседовать координатором вашей школы наталья никоновой и в общем то получил полное представление наши радиослушатели тоже получили полное представление о том как проходит набор вашу школу что можно ожидать что можно не ожидать и как быстро можно освоить ну я бы так сказал профессию таролога оказывается очень быстро скажите но я бы не сказал освоить может быть начать осваивать начать осваивать ну конечно же да потому что как я уже понял существует ну будем говорить так три уровня три уровня начинающий уровень дальше продвинутый наверное но по-другому он как-то у вас называется третье вообще магический уровень правильно или нет ну как везде старт да ну вот магического уровня нету нигде кроме школ магии но это не совсем магический уровень это уровень экспертом уровне эксперта ты знаешь уже не только оторванную магию то как карты могут работать как магические инструменты как магические артефакты это включает себя ну по крайней мере в нашей школе это включает можно можно не учить магию на самом деле можно ограничиться только 2 стать мастером 2 это тоже не проблема вы знаете по английское слово называется magic 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 это какой-то ну можно перевести как волшебство но тем не менее магия как-то стала особенно популярна вот наше время в последнее время она всегда была популярна она стала популярна я бы достал западном общество к этому относились как каким-то сказкам ну волшебники в пятидесятых годах прошлого века отменили закон о колдовстве то магические общества колдовские общества том числе гарднера который лег в основании вики они же полезли как из грибы как грибы после дождя то есть вопрос только разрешено или запрещено если еще последнюю даму насколько я помню казнили по повинению колдовстве начале девятнадцатого века то есть не так уже давно это делом было пятидесятых пятьдесят втором по ни с тем ничего не путаю в англии отменяют этот закон тысяча девятьсот тысяча девятьсот пятьдесят втором году меня закон о колдовстве и все и тут же начинается бурный рассвет магических обществ выход магических них появления всяких разных магов которые там 17 поколений магов сохраняли рецепты бабушек и дедушек и все это не сейчас нами будут делиться то есть это нормально это всегда была популярна это интересно и здорово и пугающие завораживающие вы сказали отменили закон что значит отменили закон это закон был какой в мире в англии в англии был закон запрещающий колдовство там подвигающие каким-то там жестоким наказанием не помню уже всех подробностей я помню еще еще был суд черчилль еще вмешивался в этот процесс пытался вмешаться ему не удалось и женщину по моему осудили именно по статье за колдовство и вот 50 или в пятьдесят втором году отменили ну а его отменяют и после этого бурный рост начинается я думаю что то я в этот год проделся наверно как раз после до отмены а то бы так и вот и не вели бы с вами программы если бы не отмена этого закона сергей ну ладно про магию мы поговорим наверное как-то отдельно может программу сделать а вот все-таки о таро скажите существует вы знаете у нас на прошлой неделе приходила одна женщина американка она ко всем прочим еще и таролог выяснилось как-то вот я даже не не предполагал мы с ней как-то давно знакомы очень интересная программа она довольно известный человек она гид в госпитале джанов гад там бразилии тоже как рита и ну вот это сказать области и и я не знал о том что на еще и таролог и вот когда она пришла мы снимали клипы и кто-то должен был сидеть ну я думаю давай-ка и я сяду ну вот пас послушаю как бы ну чуть-чуть я как-то там знаю да вот она делала кельтский крест расклад и вы знаете вот я как-то так до сих пор и не знаю как-то не обращалась на это внимание и я вам не задавал такой вопрос есть карты прямые с карты перевернутые я не работаю с перевернутыми вот я об этом как раз я хотел спросить вот она работает с перевернутыми картами есть разная трактовка то есть перевернутые карты многие считают о том что это все наоборот а как вы считаете я не вижу в этом никакого смысла просто перевернутой картах потому что я не вижу в них смысла потому что я работаю с другими понятиями я Я работаю с симметическими андромами, с симметическим полем. Перевернутое значение карты, оно вообще идет от этой ла. То есть француз этой ла не склоняется никаким образом. Он дает там эти значения. Он буквально на карте пишет сверху и снизу слово, которое обозначает значение. Но у него нет сюжетного рисунка. У него просто палочки, просто стаканчики. По крайней мере на младших арканах. На старших там у него есть какой-то рисунок, но он все равно пишет эти слова. И когда у него карта переворачивается, мы имеем дело с другим значением. Верхнее и нижнее значения не коррелируют между собой никак. Это просто вот как маркер, что в этой ситуации мы имеем дело с этим понятием. А в этой ситуации мы имеем дело с этим понятием. Просто два разных значения. Так можно работать. Когда у нас карты никак не связаны, у них нет сюжета, ничего, все нормально. Как только Уэйт, ну не Уэйт, Памела Смит нарисовала сюжетные рисунки, то идея перевернутых карт теряет всякий смысл. У Кроули нет перевернутых карт. Нет перевернутых значений. У него все значения прямые. Потому что у него все карты нарисованы в определенной позиции. Когда мы имеем дело с хорошей картой, то ее обратное значение, понятно, это плохое значение. Хорошо. А когда мы делаем дело с плохой картой, то ее перевернутое значение должно быть хорошим или еще более плохим. Нет ответа на этот вопрос. Есть книга Мэри Грир, где она анализирует разные способы, как можно читать перевернутые карты. В конце концов, она там приходит 10 или 15 способов, она перечисляет, как можно их читать. То есть, нет никакой системы, нет никакого понимания. Должны быть жесткие правила. То есть, вот я с чем-то работаю, вот оно такое. Я с ним могу делать вот это и вот это. Вот это он мне позволяет делать, вот это не позволяет делать. Я не могу есть бульон вилкой. Я могу пить его из чашки, я могу есть его ложкой. Но вилкой у меня ничего не получится. Вот здесь та же самая ситуация. Нет критерия, нет понятия. Я считаю, что после того, как Уэйд сделал сюжетные рисунки, тема перевернутых карт ушла. Семантическое поле, оно большое, оно объемное. Оно включает в себя разные понятия. В том числе и качественные, и хорошие, и плохие, и всякие разные, которые могут быть в карте. И эта карта может по-разному проявляться. Я в конце концов пришел к идее. Я не доработал ее до конца. Я скажу прямо, мне пока не хватает мозгов, чтобы ее довести до ума, до готовности. Но я пришел к выводу, что в карте намного интереснее думать не о перевернутых значениях, не о том, как читать эту карту вверх ногами, а о неких других понятиях. Например, тень. Тень карты. Вот у нас стройка мечей, разбитое сердце. А что может быть тенью этой карты? Это то, что я вытеснил. Если брать классическое юнгианское понятие, то, что я вытесняю. А что я вытесняю? Я вытесняю свой страх, что мое сердце будет разбито. У меня были отношения с женщиной. Мое сердце разбилось от этих отношений. Теперь я не хочу иметь отношения. Я не подпускаю никого к себе. Я не отдаю себе в этом отчет. Это одна ситуация. А вторая ситуация – я привык к этой боли. То есть, мечи, которые вошли в мое сердце, я привык к этой боли. И я вытеснил вот то мирное существование. Я уже не хочу в нем жить. Вот это интересно. Но кроме тени, у нас есть еще изнанка карты. Изнанка карты. То есть, сердце пронзенное мечами. А у нас уже нет сердца. У нас вместо сердца кусок льда. Сердце ведь горячее. А мечи, которые пронзают, они ледяные. Представьте себе вот нечто ледяное, которое вы вам называете горячее. Что происходит? Дикий пар, да, лопается все, разрывается. Вот это сердце разорвалось. Просто его разнесло на клочья. И я живу без сердца. Я вампир. Я вампир. Вот интересный момент. А есть еще отражение. То есть, изнанка, отражение и тень. И вот три такие понятия. И с ними интересно играть. Интересно думать, как карта может себя проявить. Что в ней является тенью? Что в ней будет изнанкой? Что будет отражением? Мертвое сердце. Человек живет с мертвым сердцем. Может что такое быть? Ну, в переносном смысле, как метафора. Это вот интересно. Это намного интереснее, чем просто перевернутое значение. Я не вижу в них никакого смысла. Поэтому не работайте к этому вопросу творчески, да? То есть, вы видите, как же есть. И соответственным образом вы ее, то что вот видите, может быть, и медитируете. Я как раз сейчас работаю над очень сложным курсом, над очень сложной техникой. Как распаковываю свой опыт, как я выбираю значения, как я тасую карты, как я слышу ваш вопрос. Вот что происходит, когда вы мне говорите вопрос. И вот, как пример, я могу вам рассказать, что происходит. Вот вы мне даете вопрос. И очень важный момент, есть ли в этом вопросе энергия. Если она есть, я получаю достаточно энергии, чтобы запустить этот процесс. А если ее нет? А если вы вопрос задаете, который вас не волнует вообще? Без разницы, да? То есть, вы так гопарфор мы его задали. В нем нет энергии. Я не могу работать. Мне не хватает, вот как ключ поворачиваю. А нет бензина. Все, не поедем. Нет энергии просто. И вот, в момент, когда вы задаете вопрос, я вижу, я представляю себе это. Я вижу, как этот вопрос выходит у вас, как вот такая лента изо рта. И вот я тасую карту. Вот вокруг моих рук, в момент тасывания карты, я возьму сейчас, возникает некая сфера. И ваш вопрос входит в эту сферу. В нем достаточно энергии, все, я могу начать работать. Но я же могу вас этому научить, пока это еще не сделано. Пока это только начало работы. В каком смысле, простите, можете... Научить, я могу вас этому научить. Я могу вас научить это видеть. В смысле таролога? Да, таролога. Любого человека, не обязательно таролога. Как надо видеть? То есть, вот представьте себе, что этот вопрос... Я уже пробовал. Я пробовал на тарологах. Я пробовал на людей, которые вообще не созданы ни с тарологом, ни с эзотерикой, вообще ни с чем. Ты видишь это или нет? Он говорит, да, я это вижу. Я даю вопрос, к которому есть энергия. Я это чувствую. Я даю вопрос, который мне плевать. Он говорит, я не чувствую. У меня не возникает этого ощущения. То есть, этому можно научить. Это отрывается от автора. А это очень важный момент, когда методика может быть оторвана от автора. Потому что я могу быть самым 7 раз выдающимся тарологом. Но я не могу вас этому научить. Значит, мое искусство – это артефакт. Оно умрет вместе со мной. А здесь получается, что да, оно отрывается. Оно отделяется от меня. Оно начинает жить собственной жизнью. И я его могу передать вам. И вы можете начать им пользоваться. Там я вам рассказал одну, наверное, одну соту из того, что мы сейчас делаем в связи с распаковкой этого опыта. Того, как подбираются значения. Того, как посылается запрос наверх. Того, как я отстраняюсь. А если я эмоционально вовлечен, я не вижу. Вот очень хороший пример был. Ученик на курсе тоже. Вот он учился. У него был судебный процесс. Он вынимает карты. Каков будет итог процесса? И у него десятка мечей. И он заинтересованное лицо. И он говорит, это мой оппонент проиграет. Это он будет разгромлен. Но все, кто видел этот расклад, ему говорят, это твои карты. Это ты проиграешь. Нет, это его. Это он. Он все. Потому что он вовлечен. Потому что он там. А жрица – это отстраненность. Мне все равно, кто. Я выиграю. Ты выиграешь. Мне все равно. Я не вовлечен в этот процесс. Но это целая серия искусственных, целая серия упражнений, целая серия действий для того, чтобы сделать вот эту эмоциональную отстраненность. И вот я вам рассказываю, как это сделано. Мы делаем первое действие, второе действие, третье действие. Вы уходите в это состояние. Вы смотрите на это, как будто бы со стороны. Как будто это вообще вас не касается. Как будто бы там неизвестно, откуда вы смотрите. И все. И вы видите эти карты. И они начинают жить. Они начинают разговаривать с вами. Они сами подсказывают вам, как их надо читать. Поэтому на этом уровне, вам скажу честно, учить перевернутое значение, ну неинтересно. Просто неинтересно. Давайте пока оставим перевернутое значение в покое. Но вот то, что вы сейчас рассказывали. Ну, во-первых, мне напомнило, вы приводили когда-то пример с одним человеком, который предлагал вам в качестве гадания каких-то там или прогнозов на Таро участвовать где-то там, я не помню, в скачках или еще где-то. Да, сделать ставки. Да, делать ставки куда-то. И когда вы участвовали просто как, ну, вот, Таролог, отстраненно, то у вас было там достаточно высокий процент попаданий. А когда вы уже участвовали как, скажем, как эмоционально вовлеченный, когда вы были вовлечены. Ну, то есть, получается как? Получается, что человек трудно ему контролировать свои эмоции, свою вот... Очень тяжело. Особенно, если вопрос касается тебя лично или твоего ребенка. Об этом и речь. Это тяжело просто. Отстраниться от всего и стать сторонним наблюдателем. Ну, поэтому вот... Поэтому и говорят, поэтому и говорят, что Таролог не может гадать сам себе. Он может гадать сам себе. Просто это более сложное действие. Но этому, опять-таки, можно научиться. Это не является тайной за семью печатной. Ну, безусловно. Собственно говоря, поэтому есть такая расхожая поговорка о том, что на каждого целителя надо еще парочку целителей, чтобы его самого исцелять. Сколько таких целителей, которые были, которые всех исцеляли или там действительно очень серьезные, они не могли себя исцелить, и никто не мог им помочь. И они погибали. Есть такие, да, мы знаем таких людей, известных людей. Это первый момент, который... А вот второй момент, когда вы говорите, этому можно, вы можете этому обучить. Ну, тогда, конечно, когда вы кого-то обучаете, по сути дела, ну, хотелось бы, чтобы вы же обучаете, чтобы человек это подчеркнул и действительно смог это применить. Но во всем случае, это вас лично не касается. Это же дело, ну, вот вы обучаете меня. Ну, это же мое дело, как это все воспринимать. Хотелось бы, чтобы я, да, это говорит о вас как учителя, но это легче. Ну, вот если вы сами действительно эту ситуацию каким-то образом не можете контролировать и тусовать карты, когда вы эмоционально в это сами вовлечены, ну, тут наступает как-то вот такой конфликт. Интересно. У меня нет никакого конфликта. Если я эмоционально вовлечен, если я участвую, да, я делаю очень просто. Я отдаю карты вам и говорю, вы для меня 5 карт. Вы вынимаете для меня. Я даже не говорю вам, какой вопрос. Вы вынимаете эти 5 карт. Вот прочитать – это интеллектуальное действие, да, это не эмоциональное действие. Вынуть. Я влияю на карты, когда я их вынимаю. Когда я читаю, мой разум холодный. Я читаю холодным разумом. Никакой проблемы в этом нет. Проблемой вынуть. Ну, она легко решается. Я отдаю карты вам, вы их вынимаете для меня, И мне все, что остается сделать, это без эмоций их прочитать. А это у меня легко происходит. А имеет значение, вы находитесь в контакте прямом или на расстоянии? Нет, не имеет. Хоть по скайпу, хоть как угодно? Хоть как угодно, да. Понятно. Хорошо, тогда вот то, что вы до сих пор рассказывали, это к Таро, собственно говоря, имеет косвенное какое-то отношение. Это абсолютно прямое имеет отношение. Потом, но не на первом этапе. Вам надо себя подготовить и подготовить человека, которого вы обучаете. Потом это, конечно, связано с Таро. Но вначале надо же научить, как мне, допустим, видеть карты, видеть эту энергию. К Таро пока это не имеет никакого значения. На первом этапе. Фактически, то, что я вам сейчас рассказал, это одна из нескольких революций в Таро, которые буквально у нас сейчас идут. То есть, у нас техника вытягивания карт, задавания вопросов, чтения, выбирания значений, она превращается в метод. То есть, это уже... А как ты выбираешь карты? Я не знаю, как я выбираю карты. А почему ты взял это значение? Я не знаю, не могу вам это объяснить. А я сегодня делаю так, что я могу вам это объяснить и могу вам это передать. Фактически, это то знание, которое вы должны получить буквально перед началом учебы. До того момента, как вы начали учить значения. Еще до того момента. Ну, мы посмотрим, как лучше это давать. Такая мысль. Ну, может быть, какой-то кусочек вы должны получить до того. А уже потом. Карты выучить – это ведь не проблема. Вы видите это на себе. Это несложно. Но понять, как их выбирать, почувствовать. Это всегда очень тревожный момент такой. Я не часто говорю об этом своим ученикам. Но это самое первое. Когда у меня были очные занятия, он приходит, ходит ко мне. Мы с ним беседуем, он учит карты. И потом у нас первые годы они говорят. Ну, давай. Вот у меня там вопрос. Давай. И вот он вынимает карты. И я смотрю, он вынул карты, которые соответствуют ситуации, истории, ответу. Я тоже знаю. Или нет. Если он вынул, все, это все остальное ерунда. Он выучит карты, он будет правильно их вынимать. А если он вынимает полную чихню, полную ерунду. И у меня раньше не было вот этой методики, как ему объяснить. А он говорит, я не понимаю, я вот что-то вытягиваю, я что попал. А правильно, потому что он не сконцентрирован, не настроен. И я не могу им объяснить, ну вот ты должен почувствовать. А сегодня это превращается в технологический процесс. Это просто принципиально другой уровень работы. Это очень важный момент. Это важный момент. Это очень интересный момент. Мне в этой связи вспомнилась одна история, в которой я сам принимал участие. Ее можно как-то вот смоделировать на то, о чем вы сейчас говорите. Я находился где-то лет пять тому назад, я был в Индии. И ехал в машине с ребятами. Ехали мы к астрологу, очень известному в Индии. И там есть несколько человек, которые читают гороскопы, которые написаны давным-давно на пальмовых листочках. Есть такая специальная методика. И вот прежде чем астролог, их зовут Бригу, они достанут этот гороскоп, который уже был написан. И они начинают его читать. Человек должен пройти типа теста. И вот я еду в машине, я еду первый раз, а ребята уже там были. И вот я спрашиваю, а как там это все происходит? Они говорят, вам дается тест. То есть вам дается листочек бумаги, и там нарисовано девять кружочков. Вот в три уровня девять кружочков. И вам надо выбрать один из кружочек. На основании этого достается вот тот самый гороскоп. Ну, детали точно там они не давали. Но в самом случае как-то у меня в голове, я как-то так сконцентрировался, я представил себе листок, и я уже знал тот кружочек, который я выберу. И вот когда я туда приехал, причем идея такова, дается три попытки. Первая попытка, если она удачная, это 100% попадания. То есть гороскоп будет полностью 100% ваш гороскоп. Если со второй попытки это все происходит, то 50% то ли правда, то ли неправда. И последняя попытка третья. Четвертой нету, тебя просто отправляют. Если ты три раза не угадал, что ли, а не угадал то, что надо, то тебя отправляют и приезжают только через год. Вот такое правило. Так вот, третий раз, если ты попадаешь третьего раза, то это 25%. Там было, по-моему, 14 человек. Ну, получилось так, что я, по-моему, был единственный, или там было еще кто-то, кто с первого раза получил. Но я был абсолютно, вот я у меня была полнейшая уверенность, что я попаду, и я видел этот кружочек как бы у себя в мозгу, не знаю. То есть произошла соностройка. Да, да. И я его выбрал, и мне начали читать. Это удивительно, но с полки достается папка. Да, с папки достается, ну, как знаете, фолдер и файл. Достается оттуда какой-то вот лист, где написано на санскрите, я не помню, или на хинду. А переводчик переводит на английский язык. И мне начали зачитывать мой гороскоп, который был написан уже, причем 5000 лет тому назад, говорят. Это один в один, он соответствовал, ну, это моей жизни. И вот это был такой вариант. Потом я туда попал еще раз, я уже поехал сам туда, я был один. Я просто поехал и решил еще раз. Я не взял с собой, это было прямое указание, надо обязательно с собой принести, там дается лист бумаги, там дата рождения, ну, и номер какой-то присвоенный. Я с собой не взял, я забыл. То есть мне надо было проходить с самого начала. Но я уже знал процедуру, я уже знал первую попытку, вторая, третья. И вот мне дают этот, опять же, тест. И я не попадаю с первой попытки. А я всеми силами хочу, я же понимаю, с чем это может закончиться. Ехать специально в Индию, чтобы попасть к этому человеку. А потом тебя отправляют обратно, вы же понимаете. А вот второй раз я не попадаю. Я всеми силами пытаюсь уже от этого отстраниться. Я знаю, что если я боюсь о том, что я не выберу, я же не выберу тогда, естественно. Я притягиваю то, чего ты боишься. С третьего раза я попал. Что самое интересное, еще раз, это может быть 25% прав, да? Но 75% может быть не так. Что самое интересное и удивительное, я помню. Ну, почему я не взял вот этот свой первый тест, я не знаю, почему я не взял. Ну, просто вылетело из головы. Я приехал в Индию без этого теста. Короче говоря, абсолютно было одинаково. То же самое, да? Трактовка была, да. Ну, какие-то там были варианты, потому что за несколько лет, конечно, меняется все. Это же не статичные вещи, это динамичные. Но это вот как раз то, что вы рассказываете, вот эта сонастройка к тому, что сейчас должно произойти. И это действительно очень и очень и очень сложно сделать. Но это очень интересно. Вот та самая психологическая настройка на события, вот та самая магия, по сути дела, как я это понимаю. Совершенно верно. Вот. Это, конечно, да. Это, конечно, очень интересно. Очень интересно. И, ну, вы сейчас в стадии, вы говорите, разработки, да, вот этой методики. 80% уже готово. 80% готово. Это очень интересно. То есть, как бы у вас получается, ну, что ли, магия своего рода, она идет перед этим, да, психологически? Ну, это не совсем магия. Это как некая, ну, я бы сказал технология. Хотя высокая технология, она от магии уже мало чем отличается. Ну, это и дело. Интернет – это тоже магия, на самом деле. По большому счету, да. По большому счету. Это же то, что мог предполагать, что вот так вот мы будем беседовать. Или там эти мобильные телефоны, которые… Это вообще немыслимое дело. Да, да, да. Да, очень интересно, очень интересно. Сергей, скажите, совсем из другой так сферы, имеет ли значение, кто у вас задает вопросы? Мужчина, женщина, ребенок? Нет, все равно. Для вас? Абсолютно. Абсолютно. А скажите, а было такое, что в вашей практике дети задают вопросы? Шесть лет мальчик. Шесть лет мальчик. Он сам пришел или его кто-то… Его привели родители. Он пришел с родителями. Ну, родители с ним пришли. Просто им некогда было его оставить. А вопрос касался его. Операция на глазах. Делать, не делать, лечить, не лечить, лечить пилюлями, там, не пилюлями. Ну, то есть, такой медицинский вопрос. Я стал гадать, вот родители вынимают карты, я не могу прочитать. Говорю, знаете что, давайте мы сделаем по-другому. Пусть сам мальчик вынимает карты. Он стал вынимать карты. Вот. Я ему объяснил, что, как он там, все понял, нормальный парень. Ну, вот он стал вынимать карты, и все прекрасно прочиталось. То есть, а родители вынимали, не получалось? Ну, та самая, та самая идея о том, что… Да, та самая настройка. Они боялись, они волновались. Они там… А он просто спокойно вынул, я спокойно прочитал. У него все хорошо стало. И мы сделали небольшую, там, незначительную операцию. Зрение восстановилось, он там, молодец уже. Интересно, интересно. Ну, хорошо. А кто более, скажем, ну, будем считать 50 на 50. 50 процентов спрашивают мужчины, задают вопрос. 50 процентов спрашивают, задают вопрос женщины. Ну, женщины, они же более эмоциональные, правильно? Они разные. И мужчины разные, и женщины разные. Так нельзя сказать. Есть разумные люди. Он приходит, он понимает, что он хочет спросить, зачем он это спрашивает, что он будет делать с этим ответом. Есть люди, которые, ну, настолько бестолковые приходят. А вот, ну, ты сам хоть понимаешь, ты хоть слушаешь, что ты говоришь, зачем ты это говоришь. Нет, ты даже не пытаешься. Ну, понятно. Ну, и какой вопрос такой ответ? То есть, это зависит не от пола. Это зависит от того, как человека учили, как у него работают мозги, насколько у него жесткая ситуация. Вот когда, когда тебя петух жареный клюет в темечко, ты задаешь совершенно конкретный вопрос, да, по существу. Когда ты в расслабленном состоянии, ну, ты и спрашиваешь, а вообще, ну, как вообще спросил, так вообще и получил ответ. Это тоже очень наглядное все. Четко видно, когда человек задает вопрос, который у него там кипит, горит, который там его держит напряжение, и когда он задает вопрос просто от балды, просто чтобы время занять, свое и мое. Очень хорошо это видно. Очень хорошо это видно в картах. Насколько тебя волнует. Независимо от того, с какой интонацией ты это произносишь, но я просто вижу, что этот вопрос бессмысленный. Или этот вопрос, это вопрос жизни и смерти у человека. Хорошо видно это. Ну, скажите, ведь человек, который приходит к вам, скажем, на консультацию, и он вам задает вопрос, а дальше что? А что он будет делать с этой? Вот меня всегда интересовало. Я понимаю, но как вы считаете, можно ли помочь человеку? Вот человек пришел на консультацию, неважно, к тарологу, к астрологу, к психологу, и ему дали, ну, ему сказали, допустим, дальше что? Ему дали информацию. То есть на первом этапе это всего лишь информация. Значит, у меня вопрос помощи вообще не стоит. Я не помогаю вам. Я не помогаю вам. Помощь не предполагает оплату. Я на вас работаю. Вы меня наняли. Я трачу свое время на вас. Вы мне это время оплачиваете. Все. Вы купили мое время. Вы купили мои знания. Я сделал. Вы мне задали вопросы. Я нашел на них ответы. С помощью карт, перевел их там все. Я их вам сообщил. Все. Вот у нас на этом наши с вами договорные отношения заканчиваются. Что вы будете делать с этой информацией? Для чего вы ее получали? По большому счету это не мое дело. То есть, вот как в аптеку. Вы пришли, дайте мне пилюлю. Я вам дал пилюлю. Что вы будете делать с этой пилюлей? Будете вы ее вот так вот подкидывать в небо? Или вы будете использовать ее как фишку в игре? Или вы ее сожрете? Или вы дадите ее своей собаке? Или вы будете кидаться в голубей? Это моя проблема? Нет. Это не моя проблема. Это очень опасная ситуация, когда ты начинаешь думать, что вот раз ты человеку что-то сказал, то ты делаешься ответственным за него. Ты не становишься ответственным за него. Это очень важный момент. Я не становлюсь ответственным за вас. И не становлюсь ответственным за то, как вы будете использовать эту информацию. я не знаю и я не могу на это повлиять я понял сергей но я вам задавал вопрос не как вы делаете как вы помогаете я вам задал вопрос другой можно ли с помощью таро помочь человеку а не просто дать ему информацию у человека есть вы ему сказали что вы приходите ко мне говорите вниз 22 врача до 1 не говорит делать операцию удалять зуб вот самая типичная ситуация недавно был удалять 2 говорить можно лечить зуб один говорит что удаление зуба стоит 100 долларов 2 говорит лечение зуба стоит 150 долларов для вас эти до 50 долларов это критичная сумма я утрирую ситуацию до может быть да и я говорю вы меня точнее говорите как не поступить а что ты хочешь я хочу сохранить зуб мы смотрим вот этот человек который говорит что можно сохранить зуб он про да он прав вот и все я вам дал информацию вы принимаете решение удалять зуб или нет вы знаете что его можно сохранить карты вам это подтвердили вот информацию которую человек сковорач сказал ведь могло быть и иначе что он ошибался и карты говорят нет зуб не удастся сохранить то есть сейчас потратишь деньги на тоже было сохранить а через год и потратишь деньги на то чтобы удалить все и вы принимаете решение я вам помог в этом случае да я не вам я не помог я не помог вам я вам дал информацию на основании которой вы приняли решение здесь нет момента помощи я понимаю с вашей точки зрения нет но с точки зрения моей да потому что вы мне дали информацию на основании этой информации я доверяю она мне помогла вам косвенно вы мне помогли да в прямую нет приму гость да для меня косвенно вы мне помогли но я сейчас я когда задают вопрос я имею ввиду наверное скорее всего тот последний этап магический какой-то где действительно можно помочь но есть ситуация допустим где ну к примеру мужчина влюблен в женщину она не отвечает ему взаимностью но почему но на этом этапе не нравится он ей к примеру но теоретически можно каким-то образом можно взять из мора можно я не знаю какими-то магическим можно заговор какой-то можно там привороты там какие-то существует методики но это уже второе как бы не имеет отношения нет почему имеет но это просто другая работа нет прямой почему прямой у нас карта любая карта втором может работать нескольких нескольких уровнях первое чисто гадание мы сейчас даже не берем второе вот мы берем карту хорошая карта император она работает сама по себе как магический артефакт то есть она помогает не получить силу императора условно сейчас мы очень утрированно говорю простите я вас природа секундочку она помогает вам получила силу императора для того чтобы мне я спрашиваю да 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 то есть я ее даю вам или вы берете сами и там делаете какие-нибудь хуши-пуши вот все и вы превращаетесь в императора вы это один момент второй момент я получаю энергии то есть она работает как ну как коннектор да то есть как вот соединение такое где-то там идет энергия я эту энергию императора могу получить к себе это раз это вернее уже 2 и 3 это сборник рецептов то есть в ней содержатся некоторые там рецепты как я могу поступить той ситуации как ну как книга рецептов я понимаю что вот мне нужно решить какую-то задачу я смотрю мне выпадает вот эта карта вот как эта карта должна себя проявить я должен использовать его как советы которые она содержит как магические технологии которые в ней зашифрованы или я должен ее использовать как определенный вид энергии которые повлияют на ситуацию на меня на какие-то там объекты в этой ситуации или же я должен использовать карту буквально как магический артефакт если я знаю как работают все карты если я знаю какими пользоваться если на умеет все управлять все никакой проблемы но не будем брать женщину вы хотите устроиться на работу на я из карт подбираю вам такую комбинацию вы кладете в карман и поступайте на эту работу не понял еще раз скажите еще раз повторите вы подбираете комбинацию из карт то есть вы берете раскладываете карты был данной карты да я вижу эти карты и подбирает карты которые создают определенную комбинацию которая должна обеспечить ваше поступление на эту работу то есть вы целенаправленно их вытягиваете из колоды виде их да да конечно не по нет не вслепую не вслепую ориентируясь на их смысл и значения ну и дальше дело с ними определенные магические операции для того чтобы они сработали так как это должно быть или как-то по-другому поступать ну вот это буквально магия таро это просто как разное вот таро само по себе это как анализ вы приходите в больницу и первое что вас делают отправляет на анализы там крови там все такое прочее а потом говорят все надо там делать лечение там хирургию какую-нибудь делать или терапию или чушень бы вот таро может работать и как вот это первая часть поставить диагноз и как вторая часть изменить ситуацию это две разные работы не обязательно быть магом чтобы гадать но обязательно знать значение карт для того чтобы быть магом это как надстройка это сверху ну да они могут это сделать ну вот это как раз таки и был мой вопрос вы на него ответили да не можно это сделать да то есть создать именно ситуацию которая поможет человеку выйти из какого-то тупика в котором сейчас как изменить одну ситуацию на другую то есть вот у меня был такой когда-то к вам вопрос мой хороший знакомый там товарищ можно сказать у него тяжелая болезнь и мы рассматривали три варианта первый вариант обычная медицина второй вариант какой-то альтернативное целительство третий вариант поездка вот бразилию к джану в гад который является медиум целителем и так далее духовный госпиталь там находится ну и вы ответили так лучшие всего шансы если идти с обычной медициной то есть идти в госпиталь на втором месте стоит поездка к джану в гад бразилию на третьем месте стоит не потому что это так скажем а потому что времени может не хватить это альтернативное целительство то есть вы теоретически асдой вопрос а теперь следующий этап вы сергей сашинка могли бы помочь этому человеку усилить его шансы на выздоровление с помощью вот магических ритуалов и вы еще делаю первое что делаю делаю расклад могу ли я помочь то есть имели я физическую возможность да ну предположим я получаю ответ да значит второй вопрос буду ли я за это браться то есть кроме физическая возможность есть мои там нравственные убеждения есть там не два миллиарда разных всяких обстоятельств я получаю ответ да третий я буду смотреть шансы насколько повлияют шансы приходит ко мне мужик и говорит вот у меня суд я хочу чтобы ты сделал магию чтобы значит выиграть я раскладываю картере вы знаете ну мое влияние в этой ситуации будет крайне незначительные там 57 процентов он посидел говорит я хочу что ты это сделал ну я сделаю конечно но мне интересно почему мы приняли такое решение она ведь я знаю я буду знать что я сделал все что я мог вот я мог соломинку бросить на весы я ее бросил очень логично я проиграл я буду знать что я по крайней мере боролся и сделал все что можно было сделать прекрасно тем более я предупредил вашего как бы нет однозначной гарантии почему это придет придет до они после того надо да все пожалуйста а были ситуации когда я говорю что ну вот а чем закончилось простите помнить не помню давно уже дело было вот не все же приходят то есть он пришел и сделаю шоу сегодня ну да да и вы можете не знать да я могу не знать об этом человек приходит мне надо за две недели я смотрю но без магии у тебя будет пол года с магии у тебя будет три месяца он ведь нет мне надо две недели и все рину я не могу такое сделать извини то вот ушел то есть опять вот физически я не могу сделать в тех ограничениях которые вы не задаете допустим за две недели вот я смотрю могу я повлиять да я могу я имею физическую возможность буду ли я за это браться по моральным и прочим соображениям то есть ничего не нарушил вот это гармония мировая мои действия не будут нарушать или будут если они будут нарушать я не возьмусь ни за какие деньги не хватило одного урока одного урока сергей сейчас вы расскажете но у меня к вам вопрос по ходу дела а как вы определяете вот вы не знаете ведь человека мне плевать на человека мне плевать на него я определяю о чем идет речь нет нет он не рассказывает это не важно вообще это надо йогу миша рассказали моё вмешательство она либо по волне либо против волны да если я делаю но все по он не но в общем там в этом движении космическом и так далее ну все никакой вопрос хоть собачек убивай хоть эти самые селения сжигай это гармония не вопрос а если вырастить цветочек до морально-этические принципы они совершенно никак не имеет никакого отношения какой-то там ситуации это ваша до этого карты здесь не имеет отношения к этому карты показывают мне правда или нет могу я или не могу имея право в это вмешиваться или я не имею права в это вмешиваться я просто чтобы прояснить это не я решаю не я решаю сам что вот да это хороший человек я должен ему помочь нет нет не плевать я сейчас пример приведу человек совершил преступление и просит вас отмазать его от возмездия это противоречит или вам или это не против это не противоречит я смотрю по картам вот если я вмешаюсь грубо говоря я сделаю себя чище или грязнее понятно я сделаю себя чище я вам отвечает на этот вопрос не вы сами не ясно карты да окей все понял есть момент что а я уточняю вопрос отчетом у тебя и он говорит у меня экономические преступления то для меня это вообще не проблема она ведь я убивал маленьких детей ну я не буду за это браться ни в каком раскладе ну понятно просто как пример да ну то есть опять таки утрировано просто как в том анекдоте да про этих как идет топор там кровь капает он говорит чего бабку убил и много взял 20 копеек говорит так как 5 бабок рубль 5 бабок рубль да ну интересный интересный момент это мы сейчас выходим за пределы собственно говоря уже понимание вообще карты что такое таро это сейчас уже очень серьезные вопросы мы как бы так сказать но обсуждаем да потом я решаю могу и за это взяться не могу если я буду браться я объясняю человеку что вот на каком уровне я буду в это вмешиваться одно дело я все сделаю сам второе дело я вам расскажу что вы можете сделать то есть я вам дам только советы с моя степень ответственность в этом будет меньше ну и моя нагрузка будет меньше ему гонорар тоже будет меньше тоже кстати момент такой да вопрос влияет ли сумма гонорара на ваша так сказать ответ нет да или нет нет одного раза мне хватило когда я пожадничал в лес получил по башке и понял что нет если тебе легло нет так не лезь туда никаких денег тебе которые ты получишь они все уйдут в песок и воду себе дороже это себе дороже выйдет это мероприятие сергей но время у нас сегодня как-то очень и очень быстро пролетело то есть мы как бы и не гадали и в то же время так сказать и вопросы были достаточно интересные то есть наши радиослушатели теперь же будет знать о том что можно обратиться к сергей опченко и если это не противоречит его морально этическим ну карты это подскажет естественно то он может помочь во многом он может подумать об этом теоретически а пока говорю понятно что практически будет после того как он подумает три этапа пройдет стоит ли не стоит соответствует а нет сумма все мы не обсуждаем хотя есть тарифные ставки они должны быть наверно есть разные подходы к этому делу есть тарифные ставки есть сколько дадут есть очень дорого есть не очень дорого очень разные варианты ясно но хорошо эта тема для наших следующих программ я мы можем кстати в следующий раз поговорить знаете о чем мы можем поговорить о проблемах которые есть второго как науки как искусстве тоже мне кажется это может быть интересна проблемы которые есть второго как науки проблемы чего проблемы самого таро или проблему саму таро развитие таро то есть что нужно для того чтобы она развивалась какие проблемы у нас есть которые как камни ногах висят и не дают ему развиваться но по-моему это не проблема это вопрос наверное общий для многих каких-то эзотерических течений это и это и астрология это и там люди относятся нет нет это чисто проблема внутри таро лежит внутри таро да хорошо нет смысла сейчас начинать эта тема объемная я думаю что одной программы там не хватит но это действительно очень интересно потому что ну просто так ничего не бывает естественно если что то есть то есть если люди сегодня если уже законы отменили да так что ж тогда хорошо сергей спасибо вам большое это было действительно очень интересно и за ваше время я знаю у вас уже поздно на вашей территории у нас еще день дневной да уже полночь близится этого все нету хорошо тогда до следующей встречи через неделю в среду дорогие друзья sungates radio.com sungates radio.com это наш веб-сайт skype sungates 1 0 8 у микрофона был майкл мельхов ну а на связи руководители школы русской школы таро сергей сапченко сергей спасибо до новых встреч всего доброго спасибо до свидания о 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